Доброе утро. Здравствуйте, друзья. День третий. Не такое уж и утро. Без десяти-одиннадцать. Ксюша у меня что-то спала долго, но я ее не бужу. Собачки нету и корм она не скушала. Может, правда была чья-то? Нет, а кто б тогда ее подкармливал? Вот она, на другое крылечко переселилась. Ксюша спала долго. У меня простуда. Я ее привезла из Москвы. Она такая. Вот туда мы вчера ночью ходили. Я Ксюшу не будила, потому что на природе пусть поспит. Здесь такой воздух. Идем завтракать, потом хватаем Бэби, ее выгуливаем, чтобы она спала подольше. И занимаемся своими делами. И мини-отчет. Ничего снимать не стала, потому что я расстроенная. Мы, конечно, да, я голодная. Это Ксюша сзади идет, говорит, потому что она голодная. Ну, не то чтобы голодная, но, оказывается, пятница, суббота, воскресенье они накрывают шведский стол. А так как мы пришли практически в одиннадцать часов, мы пришли уже к шапочному разбору. Ксюша так более-менее понапихалась. Кашку, блинчики, молоко, даже кексик к молоку. А я голодная осталась. Взяла омлет. Вот этот, знаете, в духовке, когда делают, такой толстый, высокий он. Он холодный. Сосиска холодная. Картошка холодная. В общем, я взяла три, три эти, как это, долечки картошины. Одну вот несу Бэби. Взяла три кусочка, не три сосиски, а сосиска вот разрезана на четыре части. Я взяла три кусочка сосиски. Две сосиски несу Бэби. Два пластика помидоров, правда, съела. И чашечку раздворимого кофе, представляете? Можно было, конечно, заказать по меню, но это уже... Она чипированная, она местная. Не чипированная, а вот это, как это, когда на ухе укрепляют. Она местная. Ну, слава тебе, Господи, значит, не голодает. Значит, за ней смотрят, и есть у нее где-то ее место обитания, а это она так уж по своей собственной воле ходит, где хочет. Я смотрю, что она не запущенная. И она, в принципе, ну, как выглядит-то не голодной. Ну, успокоились мои нервы. Иди, иди, детка, иди. А то сейчас мы с собачкой выйдем, собачка будет, это, не очень довольна. Наш домик. Доброе утро! Не-не-не, отдыхайте! Не помню, я вчера снимала или нет, оказывается, все-таки медовуха-то работает. И я вчера купила попробовать, называется, спитень, 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 вот. А нет, питень просто, Господи, еле выговорила. Рекомендую. Это очень необычный напиток. Очень-очень. Ксюша попробовала, она не стала пить. А я как-то... Вот он, биолимонад, питень. А я как-то это... Вначале мне показался он очень странным. Какой-то, знаете, слегка напоминает по вкусу какие-то алкококтейли. Он без алкоголя. Это можно и детям пить. Но я потом спросила у девочки-продавщицы. Она объяснила, что... Хочешь мороженое? Нет. Она объяснила, что... А у него есть и в упаковке. Нет, и не только в рожках. Нет-нет-нет, не хочешь? Сети, ребенок отказывается от мороженого. Не прос... И я. Нет-нет-нет. Вот. Вот. А, жареное. Но это надо с той стороны идти, возле хаски. Так что попробуйте. Я первый раз в жизни пробовала. Вкус очень необычный. Очень необычный. Но, тем не менее, это вот как бывает такое, что... Через поле или по дорожке? Ну, пошли через поле. Или по дорожке. Пошли через поле. Вот. Вкус очень необычный. Но вот как бывает, что ты пробуешь, и на первый раз тебе кажется, нет, это не мое. А потом... Нет, надо еще раз попробовать. Еще раз попробовать. В общем, вот это вот такой напиток. Он ни на что не похож. Очень он необычный. И, ну, ну, прямо скажем, он необычно вкусный. Я не знаю, стала ли я его... Стала бы я его пить каждый божий день. Ну, а попробовала я с удовольствием. Я теперь знаю, что такое. Ну, там есть у них сбитень, есть еще что-то. И еще что-то. Вот я пробовала этот лимонад медовый. Вот. Дочка говорит, чтобы мы с Ксюшей обязательно сходили в эти дебри. Я не знаю. У нас сегодня змеи и животные России. Кстати, что я обратила внимание. Значит, Динопарк. Ну, как я его для себя определила, что это как бы подобие парка Юрского периода. Потому что там некоторые как бы сцены из этого фильма, они повторены в этом парке. Стоит 600 рублей вход с носа. А наш российский парк стоит 200 рублей с носа. Вот так вот. Это даже как-то... Что, Ксюша, не радует, а как-то вдохновляет туда сходить. Сегодня обязательно сходим поближе к вечеру. Мы вчера обратили внимание, что уже все позакрывалось, а парк России работает. У нас сегодня пройти мимо... Ну, вот там вот внутри вот это вот подворье. Я насколько понимаю, это русское подворье. И там сзади украинское белорусское подворье. Сейчас я, наверное, девочек где-то в тенечке оставлю, чтобы нет... Нет, ну там где-то, чтобы я вас немножечко видела все-таки. Вот. И на качельке. Бэби не будет на качельке. А тогда где-нибудь сидеть? Саворачивай. Найдем, где тебе сидеть. Ты вчера ведь нашла, где сидеть? Нашла. Вот именно на качельке. Ну и тоже сядешь сейчас где-нибудь на качельку поближе к травке. Она не любит по асфальту. А там просто, видишь, я не обратила внимания, что скос высокий. Так. Поворачивайте налево. Девчонок оставила на качельке. Ксюша, как всегда, с утра не в очень хорошем расположении духа. Ну, не знаю. Это у них такое семейное. Им надо долго раскачиваться. Ой, сделаю сейчас фотографию. Так, это гостиница Подворье. Я сама для себя ее назвала Русское Подворье. Ну, очень похоже на это самое. На архитектуру. Русских каких-то таких, купеческих. Да, а? Таблички нету. Понятно. И во дворе у нас Минин и Пожарский. Шучу, шучу. Ой, как здесь тихо. Как здесь спокойно. Прям так и видится, как сюда заезжает телега, карета с продуктами, отобранными у крепостных крестьян. Циолковский и Сергей Королев. Связь времен. Ну, так вот. Между прочим, Королев весьма даже портретное сходство очень большое. И я бы сказала, что Циолковский тоже. Очень удачная скульптура. Интересная такая. Судя по всему, а нет, вот там огонек горит, лампочка. Ставни в основном закрыты. Здесь окошко открыто. Может быть, спят еще. Здесь окошко открыто. Или просто проветривается. Но тихо очень. Так. И, надеюсь, дальше я прорвусь в Белоруссию и Украину. Да? Как-то прорвусь. Огромный стул впереди стоит. Где-то мы с Ксюшей уже на огромном стуле фотографировались. А мне вот кажется, что это была детская площадка. Здесь достаточно много детей. Написано частная территория. Детский сад Этномир. А, во как! При Этномире есть детский сад. Отлично! Молодцы! Придумали. Тоже детский сад без клочка зелени. На самом солнцепёке. Так, как мне это обойти? Начну с краю. Вот он этот стул огромный. Прикольно. Ага! А вот и нашли мы борщ. Борщ. Но Ксюша не согласится так далеко идти. Славянская кухня. Я помню, я смотрела на сайте их меню. Так, до 23-х. Если она согласится, можно сюда прийти поужинать. Как раз пятница, суббота. А есть у вас меню посмотреть, на что даёте? Вторые блюда. Вареники, 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 вареники. Ой, гречка есть. В общем, здесь можно ребёнка накормить. Отлично! Ой, и красиво у них. Очень симпатично. Ух! С варениками. Помните, да, вечера близ, на хуторе близ Диканьки? Прикольная кафешка. Печка интересно рабочая? Да нет, конечно. На этой трубы-то нету. На крыше. А, наверное, сюда этот чёрт к Солохе прилетал. На самом деле, это, по-моему, окно выдачи из кухни. Ой, прикольно! Очень симпатично. Очень-очень. Мне понравилось. А там вкусно пахнет, между прочим. Обалденно! Вот тут такой шар на мир. Ну чё, погнали! Илон у них ещё. Там наружное есть летнее кафе под зонтиками. Кто ты? А музей Украина. Кто ты? Кто ты? Пётр Иванович Прокопович. Основатель первой в России и Европе школы пчеловодов. Вот у него даже пчёлка сидит. Понятно. Улий пчёлка. Вот так вот. Беларусь и Украина. Беларусь и Украина. Интересно. Ну, это как бы раньше считалось две, как бы, средние сестры после России. Это на отель Украина. Ой, тоже прикольно. Очень-очень прикольно. Полтава, Полесье, Подолье. А, это просто двойные стрелочки. Вот такие вот дорожки. Надо идти внимательно. А то я, я так понимаю, что отель Украина, у них каждый домик, да, вот, видите, домик Полесье. Каждый домик называется своим именем. Полтава. Ну, симпатично, да? Но, и тут, наверное, из-за этой крыши очень-очень-очень прохладно. А вот они тоже, если это Украина, почему там было написано Украина и Беларусь, они тоже пускают с собачками. Но я, тем не менее, рада, что Таврия, вот тут домик называется, вот этот домик называется Таврия. Фонарик не выключили. Ну, вот такой отель Украина. Симпатичный. Очень симпатичный. Но, тем не менее, если рассуждать по поводу того, что с собачкой, то я рада, что мы остановились все-таки в нашей Сибири. Да, это милая фотозона. Я согласна. И вот, значит, мы нашли борщ. Он не так далеко, если идти через поле. Где мои девчата? Где я их бросила? Это вы помните. Я уже вчера показывала огромный ресторан Дербент. А где я девочек бросила? А вот я девочек где бросила. Это я уже смотрела. Лабиринт Дебри, это возле нас. Ага. Еще чем хорошо наше расположение. Как это ни странно. Здесь находится основная масса ресторанов. Но все интересное, зоо, фермы, Дина, парк России, змеи, сурикаты, хаски, лабиринт. Все возле нас в шаговой доступности. Так что вот этим отличается. Ну и мне все-таки очень импонирует, что мы... Ох ты, мои халюськи! Сидят тут. Девочки, я нашла борщ. Если вечером у тебя будут силы, мы придем в борщ. Это же недалеко, через поле. И вот он. Вот он домик. Первый белый. Вот он виден. У них так вкусно пахнет. У них так красиво. Пахнет борщом. Нет, едой какой-то вкусненькой. У них много вареников, много пельменников. Есть гречневая каша в горшочке. Такая русская, русская еда. Ну, в смысле привычная. Не надо говорить русская, потому что это все-таки славянская еда. Ну что, господа, поднимаемся, идем в муку. Ну, погнали. Как они устроились-то тут, а? В тенечке. Не хотела залезать, поэтому я ее, могу сказать, не носила. Ну, она сидеть-то сама, ты же знаешь, не будет. А на коленях она будет. У меня, правда, она на коленях не сидит. Она только у тебя и у мамы сидит на коленях. Я не знаю. Ты видела, у меня она залезает мне чуть ли не на голову. А мне это не нравится. Во-первых, у меня часто цепочка надета, и она ее цепляет лапой. И я каждый раз думаю, ну все, капец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА